Нашли? Нет, командир, всё облазили. Ещё тюк с оружием нашли, а радиста нет. Чёрт, святают уже. Продолжайте поиск. Есть продолжайте. Ну, пошли. Командир, парашют! Точно. Ну-ка, просигналь. А, скисла батарейка. Стой! Пароль! Да какой, мать дева, пароль! Мы уже тебя тут третий день дожидаемся. Пароль! Командир, вроде баба. Ну, Москва, а? Рязань. Точно. Женщина! Помогите снять. Осторожней, рация. Со мной были ещё тюки с оружием и боеприпасами. Их надо разыскать. Да тюки здесь только тебя искали. С благополучным приземлением. Мичман Бакулинчук. Наташа. Ну и отчаянный ты парень. Наташа. Мичман Бакулинчук. Мичман Бакулинчук. Товарищи командиры, по достоверным данным, полученным разведкой, против нас начинается карательная операция. Фашисты собрали значительные силы и надеются, окружив лагерь, уничтожить отряд. Мы решили не принимать боя, а оставив заслон, выйти из-под удара. Тем самым сохранить отряд для выполнения главной задачи, которую поставило перед нами командование фронтом. А именно, активными действиями здесь, в тылу, заставить врага оттянуть с фронта как можно больше солдат для борьбы с нами. В заслоне остается взвод Вокалюнчука. Надо продержаться не менее двух часов, Мичман. Отход отряда через 40 минут. Все свободны. Русские солдаты и матросы. Ваше сопротивление бессмысленно. Вы окружены и прижаты к непроходимому болоту. Вызвежали никого правития. Германское командование предлагает вам сдаться. Вам гарантируется жизнь радио-медицинская помощь. Выходите из леса. Завайтесь. Ганс, это говорильня пустая трата времени. Сомневаюсь, чтобы бандиты сами вышли из леса. Что ж, вели, они окружены. Авиация слегка их пощекочет, а потом мы утопим их в болоте. Конечно, конечно. Русские солдаты и матросы. Ваше сопротивление бессмысленно. Вы окружены и прижаты к непроходимым болотам. Во избежание кровопролития германское командование предлагает вам сдаться. Вам гарантируется жизнь, а раненым медицинская помощь и лекарства. Выходите из леса. Сдавайтесь. Выходите из леса. Сдавайтесь. Сдавайтесь. Виах! Виах! Продолжение следует... 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 Да. А убийство полицая? Этого я тюкнул по-настоящему. Скажите, как вы рассчитывали выполнить свое задание? Для этого в группу пленных специально был включен Бондаренко. Рассчитывали, когда выйдем на вас, через него и мне будет больше доверия. А его опознал среди пленных какой-то Петренко-перебежчик. Так, кто еще из агентов гестапо проник в наш отряд? Не знаю, но могли кого-нибудь подсадить. Могли. А можно мне задать вам вопрос? Слушаю вас. Ваша семья успела эвакуироваться. Гестапо усиленно разыскивает вашу жену и детей. По некоторым сведениям они не успели уехать. Где-то скрываются. По всей Смоленщине объявлен розыск. Хоть это от нас далеко, но слухи дошли. Кто вы, Ахрим Шмиль? Больше того, что сказал, я сообщить не могу. Мне бы в город надо вернуться. В город вам нельзя возвращаться, не выполняя задания гестапо. Останетесь здесь, пока все не прояснится. Ясно. Ведите. Разве могло случиться, чтобы они не уехали? А, Иван Петрович? Всякое могло случиться. Мать очень болела. Сержант Байсанбайев Актай. 44-й полк, 135 стрелковой дивизии. В плен попал июле подровно. Как это случилось? Контужен был. Подобрали. Воевать будешь? Так точно, товарищ капитан, буду. Рядовой Игнат Асыка. Девятый отдельный стройбат. В плен попал в сентябре. Где? Под Шосткой. Укрепрайон строили. Как попал в плен? Ну, окружили. С перепугу ей сдался. Так ты и у нас с перепугу сдашься. Нет, товарищ командир. Я теперь ученый. Ну, в бою увидим, чему тебя научили. Смирно! Товарищ комиссар, группа бывших военнопленных в составе 8 человек построена. Вольно. Товарищи, вы находитесь в полку регулярной Красной Армии. Завтра примите присягу. Вы на себе испытали, что такое фашистский плен. Мы дадим вам оружие, и у вас будет возможность отомстить врагу. Ну, а теперь вымойтесь, поешьте и получите обмундирование. Бондаренко, командуйте. Али, вот, шагом марш! повеселее, Эли. Да. Да. Ну, шагом марш! Идем, идем, не бойся. Гарсан Ильич, Гарсан Ильич, это мой муж, Симеон Бондаренко. А мы с ним давно знакомы, Наташа. Между прочим, не без его помощи и ты сюда попала. В полосе наступления беспокоит открытый правый фланг. Возможная контратака русских с направления Глуховка-Дорофеевка может поставить в сложное положение нашу танковую группировку. Что у нас в резерве? Танковый полк дивизии СС «Райх» и один мотобатальон. Да, немного. Крюга, соедините меня с генералом-маршалом. Какое прикрытие может обеспечить авиация? Первая и вторая эскадры сосредоточены на полевых аэродромах. Погода вас не беспокоит, генерал? Меня беспокоят партизаны. Какие еще партизаны? Сегодня ночью было совершено нападение на один из моих аэродромов. Уничтожены на земле две эскадрильи истребителей. Погибли летчики из эскадры Кондор. Полковник Кемпе, почему я узнаю об этом последнем? Я хотел доложить об этом в конце совещания. Вы обязаны были доложить немедленно. Стандартенфюрер Вольф, в чем дело? В тылу армии действует отряд регулярных войск русских под командованием майора Млынского. Млынский, Млынский! Что было ли за Млынский? Господин генерал-полковник, генерал-фельдмаршал аппарата. Господин генерал-фельдмаршал, я позволю себе еще раз напомнить о моем открытом правом фланге. Чем ближе мы к Москве, тем ожесточеннее сопротивление русских войск. Дорогой Хорн, 33-я мото-дивизия уже на пути к вам. Это все, чем я могу вам помочь. При такой растянутости фронта одной дивизии мало. В случае необходимости сманеврируйте частями вашей армии. И не волнуйтесь, генерал. У русских будут другие заботы, кроме вашего правого фланга. Желаю успехов. В районе Дравска на железной дороге диверсия. 33-я мото-дивизия понесла большие потери. Вы докладывали, что все партизаны уничтожены или блокированы. Это не партизаны, это регулярные войска. И чтобы их уничтожить, нужны войсковые части. Нет, Вольф. Вы уже получили пол, и он понес большие потери. Я не дам ни одного солдата, ни одного. По приказу фюрера я должен начать наступление точно в срок. Запомните штандартенфюрер. Мобилизуйте всех, полевую жандармей, зондаркоманды, полицию, всех. Но ни одного солдата я не сниму с фронта. Оборудуйте новую базу отряда, ближе к городу и к основной линии коммуникации фон Хорна. Точка. В районе города действует разведгруппа фронта. Точка. Командир капитан Афанасьев. Точка. Пароль для связи. В Москве безоблачное небо. Отзыв. В Берлине будет пасмурно. Точка. Контакт вступит по необходимости только с вами. Точка. Ермолаев. Хорошо. Записывай, Наташа. Отряд переходит в новую базу. В квадрате 37-41. Ждем. Боеприпасы, медикаменты, зимнее обмундирование. В районе деревни Шуя. Пустая деревня, товарищ майор. Не души. Как не души? И ничего не порушено. Ничего. Рушная деревня. Ничего не стало. Ты хорошо смотрел. Мин нет? Ну, полный порядок. Может, привал строим? Люди устали. Отогреться бы надо. Хорошо. Выстави охранение подальше от деревни, чтобы не было никаких неожиданностей. Есть. Становись! Товарищ майор, тут до вас добиваются. Кто? Женщина. Вышла на охранение, Харковенко приказал отвезти ее к нам. Я говорю, нельзя, командир отдыхает. Она прям на штык прет. Что же это я в свой дом должна по докладу входить? Здравствуйте. Здравствуйте. Можете быть свободны. Есть. Мы будем знакомиться. Клавдия, колхозный бригадир и теперь председатель. Клавдия, а по-батюшке как? Я Герасимовна. Клавдия Герасимовна, вы извините, мы тут без вас. Да. Ой, да это уж вы меня извините. Хозяйка такая плохая. Я сейчас мигом. Ой, у вас и картошка-то уже готовая. А где же наши колхозы? Клавдия Герасимовна. Да как здесь? Здесь. Колхоз имени Ленина. Ну, правда, сейчас мы в лесу. А что же вы в лесу делаете? Ничего. Живем, работаем. И много в лесу колхозников. Баб-то у нас 73, мужиков двое. Ну, детишки, коровы, овцы, свиньи, куры даже есть. А вы к нам насовсем или временно? А то ведь мне распорядиться надо. Здесь временно, а вообще насовсем. Недалеко от вас будем. Соседи. Вот, господин. О, пусто. Очень вкусно. Командуйте. Командуйте. Да никак. До военные. Смотри. Ну, пожалуйста. Давайте, разливайте. Ну. Со знакомством. За победу. Хороша капуста. Кушайте на здоровье. Кушайте. Баба у нас, что-то, 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 что-то. Бабы у нас хорошие. Справные, работящие. Вот собрались на сходку и пришили. И распускать колхоз. Так всем миром и снялись. Вот меня тогда председателем-то за место Алексеевича избрали. Он на фронте воюет. А зачем в лес-то ушли? Немцы-то обошли стороной, могли бы в деревне жить. А чего же нам его дожидаться, что ли? Мы в деревне деда Егора оставили. Он куча хворая, а службу свою справа нанесет. Ну, а откуда узнали, что мы в деревне пришли? Так вот, дед Егор-то нам и сообщил. Он же разведку вашу увидел. Ну, потом уже все войско. Пришел на заставу, промежу моему фолки-то и шепнул. Так у вас и заставы есть? А как же, по всем правилам. Чтобы от немца хозяйство сберечь, нам же и разведку иметь надо. Так может, у вас и оружие есть? Оружия у нас нет. Вилы есть, топоры. Располагайтесь тут. Слушайте, я побегу в лес, радость такой бабам своим рассказать надо. Помощь, может, какая требуется. Ты говори, командир, не стесняйся. Мы всем колхозам поможем. Дорогой ты наш человек, Клавдия Герасимовна. Большое тебе спасибо от всех нас. От всей Красной Армии. Сталин-то жив-здоров. Москва стоит. Жив-здоров. И Москва, и Ленинград стоят. А мы и не сумлевались. Ну, побегу я. Госпожа Млюнская, вы можете и опьясьяне спасти своего мужа? Да-да, спасти. Это очень просто. Напишите ему записку. Несколько слов. Разве это предательство? Что я должна написать? Опишите общее положение вещи, таким, каким оно есть в действительности. Ваш муж не в сколько месяцев находится в лесу, отрезанного мира. И не знает верно, что наши солдаты уже раскладывают в Нокле, в Москву. Напишите еще, что очень скучаете. Что дети, ваши парни. Ведь это все правда. Мы гарантируем жизнь ему и его солдатам. Я не буду ничего писать. Фанатичка, с вами бессмысленно разговаривать. Из вас нужно выбивать фанатизм. И мы это сделаем. Не теряйте времени на угрозы, Шмидт. Я вас понял, господин штандартенфюрер. Я вас понял, господин штандартенфюрер. Я вас понял. Товарищ майор, товарищ майор. Полищук и Лукьянов языка привели. Впустите, что-то. Есть. Гассан, языка привели. Товарищ майор, в лесу поймали, у деревни Балки. Двое суток охотились, офицер. Что с рукой? Да, вывихнул малость, здоровый гад попался. Ну, спасибо, ребята, молодцы. Идите отдыхать. Есть, есть. Развяжите руки. Наме, фор наме, Генгсград. Наме, фор наме, Генгсград. Вы майор Млынский? Предположим. Нам нужно поговорить наедине. В Москве безоблачное небо. Что вы сказали? В Москве безоблачное небо. Пошли, Горч. Капитан Афанасьев. В Берлине скоро будет пасмурно. Мы ж тебя повсюду разыскиваем. Проходи. Раздевайся, садись. 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 Мне нужно связаться с центром. Выпей, согреешься. Случилась беда, товарищ майор. Мой радист и рация погибли. Связи с фронтом нет. Я в городе, у меня тоже нет. Ну, а сам я в плену у вас. Что же произошло? Не знаю. Засекли пеленгатор или выдал кто. Пока не знаю. А явки? Что с ними? На всех сигнал опасности. Одна уничтожена. Надо срочно связаться с центром. Егорычев. Вас слушаю. Воколинчука, быстро. Есть. Возьми пока. Благодарю. Не вышел на встречу и мой запасной связник, служивший в полиции. Кстати, вы получили наше предупреждение о гестаповских агентах в отряде? Да, спасибо. Через штаб фронта мне передали. Но еще до вашего сообщения к нам в отряд пришел сповенный полицай. Ахрим Шмель. Правда, он ничего не сказал, а об остальных заброшенных к нам гестапо. Темнел? Похоже, не знает. Ну, на всякий случай, мы ведем наблюдение за всеми пришедшими к нам в отряд. Что-то недоговаривает этот Шмель. А что, понять не могу. Надо бы с ним побеседовать. Может, удастся узнать что-нибудь о моем пропавшем связнике. А вы его знаете? Только словесный портрет. Продрешите? Да. Мичман, Ахрим Шмель ко мне. И предупреди Наташу, чтобы готовила рацию. Срочно. Слушаю. Он далеко? Да нет. Здесь, рядом. Я оттуда из-за занавязки погляжу на этого типа. Разрешите? Уходите. Садитесь. Расскажите, Шмель, о всех сотрудниках полиции, которые служат в городе. О тех, которых я знаю. Ну, разумеется. Я служил в караульном взводе. Иногда мы обслуживали комендатуру и гестапо. Так, по порядку. А полицаях вашего взвода? Как они выглядят? Поподробнее. Ну, у нас было человек 25. Скажите, Шмель, где вы бывали каждый вторник между часом и двумя? На центральной улице, в галантерейной лавке, над дверями которой висит подков. Зачем? Ко мне должен был подойти человек с вопросом. У вас нет зажигалки? Зажигалки нет. Есть спички до военного производства. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Вот, товарищ майор, прошу любить и жаловать, мой пропавший связник. Да, не думал я вас здесь встретить. Так получилось. Простите, что я не мог все сказать, товарищ майор. Понятно, товарищ Шмель. Ну, давайте мозговать, как будет дальше. Мне нужно все время быть в городе. Тогда вам потребуется постоянная связь. Явка. Я просил меня отпустить. Да мне отказали. Вам нельзя появляться в городе, и не выполнив задание гестапо. Ну, связь мы наладим. А что касается явки, есть у меня на примете один человек в городе. Кто? Отец Павел. Можно держать связь через него. Чему вы улыбаетесь, капитан? Да так. Давно я к этому попу приглядываюсь. Фашисты заканчивают сосредоточение своих сил, и в ближайшие дни можно ожидать наступления. Какие дивизии у него на направлении главного удара? Вторая, двенадцатая и танковая Райх СС. Это точные сведения? Да, полученные из разных источников и подтверждены капитаном Афанасьевым. Они ничего не сняли для укрепления своих тылов? Вы докладывали, что отряд майора Млынского активно действует на коммуникациях противника. Фон Хорн Старая Лиса он не снял с фронта ни одного солдата. Что будем делать, Кирилл Павлович? Они могут прорвать нашу оборону. У нас здесь только три дивизии, измотанные в боях и фактически по численности полки, и арт-училище. Что у нас в резерве? Две танковые бригады и дивизия Казакова. А что, если не дожидаясь наступления противника, упредить его нанесением контрудара? Чем? Ввести резервы. Фон Хорн перебросит с другого участка свежие силы, и тогда нам будет тяжело. Откуда он может снять свои части? Допустим, с левого фланга. Это 18-я танковая? Совершенно верно. А что, если сосед слева поможет ударить вместе с вами? Хорошо бы. Значит, мы с вами должны подумать, каким образом мы можем воспрепятствовать переброске частей противника. Это можно было сделать, если бы хотя бы на несколько дней вывести из строя узловую станцию, взорвать мост вот на этой дороге, и тогда при теперешних погодных условиях противник был бы лишен возможности маневра. Тогда, может быть, подключить авиацию и разбомбить этот узел? Это малоэффективно. У них там сильное ПВО, и при такой погоде невозможно прицельное бомболетание. А что, если одновременно с авиацией подключить отряд Млынского? Летчики начнут, а Млынский закончит. Резонно, резонно. Но для этого нужно, чтобы удары были нанесены накануне наступления, надо точно знать день и час наступления фон Хорна. Готов, Матвей Егорович? Солдат всегда готов, товарищ майор. Ну, присядь на дорожку. Чайку выпьешь? Да нет, я уж попил. Оружие у тебя есть? Есть, я как же. Покажи. Вот. Береженого Бог бережет. Отдам, когда вернешься. Задание у тебя ответственное. Штаб фронта ждет. Понимаю. Иван Петрович, Погоди, погоди, погоди. Ты к отцу Павлу сразу не иди. Потрись в церкви, оглядись, не притащил ли хвоста. Ну, как водится, свечку поставь, помолись. Свечку-ка можно поставить. Анастасиюшки моей. Ну, вот. Молитву-то не забыл. Я же в Богу давно не верил, Иван Петрович. Ну, а ты не верь. Все-таки храм Божий. Как там отче наш-то? Отче наш. Ижнеси на небеси, святится имя Твое, да приидет в царствие Твое, да будет воля Твое. Аминь. Ах, еще помню. Ну, вот и добре. Смена пришла. Аминь. Аминь. Намерзлись. Два часа лишних пролежали. Ну, что? Как на станции? Шесть эшелонов прошли на север, к фронту. Три из них с танками. Четыре вернулись порожняком и два эшелона с ранеными. Игнат. Я. Принимай пост. Ну так, будь повнимательней. Смену пришлю. К ночь. Есть, командир. К ночь. Снижены. Б rainц. Да я Scout. К ночь. Субтитры сделал DimaTorzok Испугался? Тебе привет от совы Слышь, Охрим, тебе привет от совы Сова живет у дятла У дятла Ну вот, и обменялись по всей форме Засиделись мы тут с тобой И ничего не сделали Не сносить нам головы В общем, сегодня вечером Надо устроить панихиду Не рано ли? Смотри, чтоб поздно не было Не чую, чего-то затевают Я возьму на себя Млынского, комиссарчика И Серегина Они всегда в одно время по тебе собираются А ты Наташку и рацию кончишь Чтобы одновременно После развода Придешь за кухню Там у меня гранаты припасены Сделай им эти конем Ладно Когда следующий сеанс? Дали время через каждые два часа Очень ждут Дед Матвей появился Где он? На заставу приполз Совсем плохо, старик Зина уже там Наташа, передашь На связь, выйдем позже Матвей Егорыч Прости, Иван Петрович Подвел тебя, дед Матвей Заставы крывал Никак не пройти Полем хотел было Вот Снег куды ей большой Прости Значит, договорились Вернется Млендской С Салиевым Свистну начинай Солдату входа снимешь Наташка в землянке Одна должна быть Семен в карауле сегодня Ну, пять гранат хватит А на нее и на рацию Дай еще одну гранату Ты чего? Вроде бы шорох был Ветер Ветер Тогда еще одну Ну, на Может Еще пистолет дашь Ох, жадный ты, охрен Обойдешься гранатами Ох, жадный ты, охрен Легавый Ветер Ах, жадный ты, охрен Ах, жадный ты, охрен Ах, жадный ты, охрен В общем, разбуди мне шутку, он тебе все покажет. Давай. Ну, как он? Да хуже ему. Горит дед Матвей. Пришла беда, открывай ворота. Иван Петрович! Ты лежи, лежи. Возьми, Егорыч. Волнуйся, что-нибудь придумаем. Иван Петрович, Алешку с Мишуткой отправить надо. Они пройдут. Да что ты, дед? Риск-то какой? Ну, для тебя большой, мне чуть меньше. А им... Мальцы, сподручник шмыгнуть. Да Алешка дорогу знает. Дети, Матвей Егорыч, жалко. А мне что, не жалко? Алешка, стветничок. Единственная родная душа на свете. Иван Петрович, Москва ведь ждет. Можете, сам встали. Ждет. Алешке я объясню, что и как. И только охрану им поднадежнее дай. Чтоб до самых немецких постов проводили. Товарищ майор, разрешите мне, честное слово пройду. Да не пройдешь ты, Зина. Первый немец сейчас в гроба стоит. И Петренко по городу шарит. Нужна эта трасса. Зина, идите к себе в санчасть. Там Ахрим Шмель тяжело ранен. Есть. Придется посылать мальчишек Гасан. Другого выхода не вижу. Да. Мичмэн, готовьте ребят за руку. Понял. Христос истинный Бог наш, молитвами причистые свои явно. Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Спаси меня, Господи. Батюшка, помоги. Помоли за меня, батюшка. Благословите, отец Павел. Вам поклонят Александра Карповича. А где он теперь живет, сын мой? У чистых прудов дом 7. Он просил вас благословить его. Придешь к Арсенышной в 4 часа, я передам для него просверу. Благословите, батюшка. Не, сынок, и помоли, Господи. Леша, есть охота. Ну ты даешь, Миша. Туда всю дорогу жевал, в городе ел, сало мое слямзил. Все тебе мало. Сало-то там было. На тощак идти легче. Ты снежку вместо мороженого поешь. Лев, дай просверку откусить. Я тебе дам. Забудь про нее. Лев, ну дай откусить. Отстань, Мишка. Что в этом рассматриваете, господин Петренко? Мне показалось, что я знаю этих ребят. Давайте вернемся. Я, кажется, видел их в отряде Млынского. Вам везде мерещится отряд Млынского. И все-таки, господа, давайте их проверим. Ну что, Ганс, вернемся? Я не люблю возвращаться, Вилли. Плохая примета. Но если господин Петренко настаивает... Вот именно. Франц, поехали назад. Париж. Чинь. К circу. Да. К advise. Новый-клор. Сомневаюсь. Париж! КОНЕЦ КОНЕЦ Наступление фон Хорна начнется 17 ноября в 6 часов 30 минут. Наступление фон Хорна начнется 17 ноября в 6 часов 30 минут. К выполнению поставленной вами задачи готовы. Млынский Горе лютует на нашей земле. Враг не щадит ни стариков, ни детей. Но нас не сломить. Весь народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. Нас партизан воодушевляет, товарищи, что в этот бой мы идем вместе с вами, бойцами Красной Армии. Смерть фашистским захватчикам. Товарищи командиры, еще раз уточняю задачу. Рота Розанова выходит на шоссе, взрывает мост и контролирует дорогу. Ни одна машина, ни один солдат не должны пройти ни в сторону станции, ни от нее. Действие, товарищ майор. Капитан Серегин с тремя взводами и партизанами Николая Сергеевича ликвидирует охрану узла, комендатуру и прикрывает отход отряда. Есть. Старший лейтенант Хват с двумя взводами уничтожает вокзал по Гаусс и водокачку. Понятно, товарищ майор. Комиссар Алиев с саперами взрывает пути. В первую очередь входные и выходные стрелки Гасана Алиевича и поворотный круг. Ясно. Лукьянов. Здесь, товарищ майор. Со своими ребятами сталкиваешь составы с рельс. Начнете с эшелонов с танками. Устроим, завальчик. Посмотрим. Захар Петрович, машинисты не подведут. Порядок, товарищ майор. Люди надежные. Хорошо. Байсын Баев, вашему отделению обеспечить эвакуацию раненых в лес. Зина их примет. Ясно. Есть, товарищ майор. Все, вопросы? Так, понятно. Через час выступаем. К ночи как раз выйдем на исходную. Все свободны. Субтитры создавал DimaTorzok Иван Петрович, ты про свои что-нибудь знаешь? Да вот уже на фронте получил от них письмо. Собирались эвакуироваться. Но мать очень болела. А что, где, как? А ты что? Что-нибудь знаешь? Они не успели. Эвакуироваться не успели. Потом их забрали в гестапо. Говори. Мужайса, Иван. Говори. Вчера. Ночью их. Вчера. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока бьются наши сердца, пока руки держат оружие, и пока последний захватчик не перестанет топтать землю наших отцов и дедов. Пройдут годы, вырастут наши дети. Они будут гордиться своими отцами-матерями. Они расскажут нашим внукам о тех, кто сегодня, не щадя собственной жизни, защищает священную нашу землю. Мы уходим дальше на запад. Впереди нелегкий и длинный путь. Мы клянемся, что пройдем сквозь огонь и стужу, сквозь смерть и муки, и уничтожим фашистского зверя в его собственном логове. Мы вернемся, мы вернемся с победой. Клянемся. 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 Мы забыть не вправе Ваш путь, ваши имена Умели вы долго лежать на снегу Укрывшись полою шинели Умели огонь открывать по врагу Но трусить и лгать не умели Умели в сражениях спасать города Ночами не спать грозовыми И вы остаетесь для нас навсегда Живыми, живыми, живыми Вы шли, шли навстречу славе Свой долг выполнив сполна С тех пор мы забыть не вправе Ваш путь, ваши имена Субтитры создавал DimaTorzok